770 тысяч долларов для белорусов наладить диалог с донбассом и украинский фильм поборется за оскар коротко о главных темах о которых будем говорить в прямом эфире это новости на телеканале дом я николай сорок ваш добрый вечер обмен удерживаемыми лицами соблюдение режима тишины на донбассе и выполнение минских договоренностей эти вопросы уже завтра обсудят во время заседания трехсторонней контактной группы об этом телеканал у дом рассказал первый президент украины глава украинской делегации в ткг леонид кравчук он считает достижением нынешний режим тишины на донбассе поскольку за последние 23 три дня украина не потеряла ни одного военного наладить диалог с жителями неподконтрольной части донбасса такое основное задание стоит перед новым участником трехсторонней контактной группы витольдом фокин и об этом также рассказал леонид кравчук он отметил что у фокина большой политический опыт он прошел путь от работника шахты на донбассе до премьер-министра украины именно он с леонидом пуща соглашение о ликвидации ссср и руководил первым правительством независимой украины человек который имеет позицию и опыт который хочет чтобы украина было государством которое строит демократическую цивилизованную жизнь потому именно ему и предложили начать этот диалог безопасно ли проводить осенью местные выборы на линии соприкосновения с таким запросом главам военно-гражданских администраций донецкой и луганской областей решила обратиться фракция слуга народа напомню ранее местные власти заявили что невозможно гарантировать безопасность жителей на неподконтрольной киево территории в результате центр избирком принял решение не проводить этой осенью местные выборы в 18 громадах донбасса мы за село боку зараз когда повернемся уже до сталого режима безпосередньо пленарных заседаний комитетской работы я думаю что как раз таки звернемся до військово-цивильных администраций по всему приводу и как раз таки с розтлумачением их головы были в нас на заседаниях комитета было обговориваться эти питания а ла десна о какой-то детализованной и разгорнутой відповідей тоди мы не отримывали можливо треба більш формализовать данную коммуникацию между нам и данным и кризисным гелком влады 10 день протестов и второй день общенациональной забастовки в белоруссии к ней присоединились десятки предприятий страны а перед минским сизо где удерживают сергея тихановского собрались белорусы они пришли поздравить его с днем рождения больше о ситуации в охваченной протестами стране в материале наших корреспондентов несколько десятков крупнейших предприятий страны бастует второй день к ним присоединяются новые коллективы требования неизменны прекратить насилие отпустить задержанных и пересмотреть результаты выборов руководство моторного завода пообещала что протестующих увольнять не будут никаких прогулов и увольнений по каким-то там статьям не будет жители столицы приветствовали решение работников заводов присоединиться к забастовке на выходе их встречали аплодисментами а это гомель суда автобусами свозят людей на митинг организованный лукашенко горожан призывает выйти на улице и поддержать действующего президента тем временем без каких-либо призывов тысячи людей собрались перед сизу в минске они требуют отпустить задержанных среди них и блогер сергей тихановский который намеревался баллотироваться на выборах сегодня у него день рождения белорусский народ поверил сергею и вышел за него на улице вышел за свету вышел против диктатора против тирана пока мы будем выходить требовать освобождения наших полиц заключенных у нас будет шанс если мы перестанем выходить забьют в тюрьмы еще больше людей и мы не освободим никого мы мы сядем туда сами жена сергея тихановского светлана которая стала главным конкурентом александр лукашенко на выборах призвала людей не молчать и противостоять системе вся этого пьющая несправедливости беззаконие показывают нам как работает эта гниющая система в которой один человек все контролирует он и другие политзаключенные сидят но он просит чтобы вы не сидели чтобы вы не сидели а сделали все чтобы жить в стране для жизни с ним рождения сергей за 10 дней протестов по данным общественной организации звено погибло пять человек еще 120 находятся в больницах минска примерно столько же остаются в сизо судьба еще 76 неизвестно они считаются пропавшими без вести мвд страны официально сообщила о третьей жертве столкновений 19-летнем парне который погиб первую ночь после президентских выборов в минске его сбил автозак и на дученко роман смоллер телеканал дом и в продолжение темы белорусы активно собирают средства для участников протеста которые лишились работы поддержав забастовки уже пожертвовали более 770 тысяч долларов в то же время весь мир осуждает насилие в отношении участников протестов какая страна первая проголосовала за санкции против белорусских властей и как международное сообщество реагирует на ситуацию в беларуси знают наши корреспонденты парламент литвы стал первым законодательным органом в мире который утвердил экономические санкции против соседней беларуси документе принятым депутатами сейма содержится призыв другим странам не признавать результаты президентских выборов в беларуси депутаты проголосовали единогласно 120 за это действительно исторический день потому что литва первая страна которая официально заявила что лукашенко не признан в качестве избранного президента это открывает дорогу нашим западным странам-партнерам чтобы они последовали нашему примеру это также является очень сильным сигналом для политической оппозиции который сейчас борется за независимость беларуси литва стоит вместе с ними это также дает понять лукашенко что его власть заканчивается литовский сэм предложил евросоюзу ввести санкции против должностных лиц беларуси по этому поводу завтра состоится онлайн совещание лидеров объединенной европы речь идет об ограничении на въезд и заморозки счетов саммит посвященный беларуси важен я думаю они составят список санкций специальный режим который будет применен к лицам участвующим в этом процессе и к их активам начать диалог и урегулировать ситуацию в стране призвала канцлер германии ангела меркель сегодня я разговаривала с президентом россии путиным и еще раз дала понять что свобода выражения мнений и право на демонстрации должны быть гарантированы заключенные должны быть освобождены необходимо также наладить национальный диалог для мирного урегулирования ситуации в беларуси мы продолжим обсуждать это завтра он внимательно следит за ситуацией в беларуси об этом заявил официальный представитель генсека он стефан дюжарик в организации призвали власти республики проявлять сдержанность в ответ на демонстрации мы очень хорошо осведомлены о демонстрациях и событиях которые происходят в этой стране недовольство людей должно быть услышано а репрессии не являются ответом утверждение о пытках и другом жестком обращении задержанными должны быть тщательно расследованы канада также не признает официальные результаты президентских выборов беларуси об этом сообщила глава канадского мида канада присоединяется к партнерам по международному сообществу в осуждении жесткости против мирных протестующих мы не признаем результаты этих мошеннических выборов президента беларуси и призываем к свободному и честному волеизъявлению тем временем александр лукашенко наградил более 300 силовиков медали за отличную службу среди них инспекторы дорожно-патрульной службы представители внутренних войск и департамента охраны омона и других подразделений ранее министерство внутренних дел беларуси признала что в ходе подавления акций протестов силовики открывали стрельбу на поражение также они применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты тарас кобзарь ксения бугай телеканал дом и возвращаемся к событиям в украине к началу учебного года готовы в министерстве образования рассказали об основных правилах посещения школ так среди основных требований использования масок температурный скрининг обязательное наличие антисептиков на входе в школу регулярное проветривание и обеззараживание помещений кроме того ежедневно учителя должны разъяснять ученикам правила личной гигиены посещать школу запрещено при температуре выше 37 и 2 не проводимо и не организовываемо массовые заходы при выявлене ознак острой респираторной инфекции учить ученики че працівники мають бути ізольовані у спеціальних приміщень у новых реаліях ми маємо співпрацювати бо від відповідальності кожного залежить наша безпека три сценарія начала учебного года рассматривает минобразование все будет зависеть от зоны в которую попал город или населенный пункт если карантинные ограничения самые жесткие дистанционного обучения не избежать об этом в эфире программы официальный разговор на телеканале дом рассказал временно исполняющий обязанности министр образования и науки украины сергей шкарлет В четверг будет ТЭП ТНС, эпидемиологическая комиссия будет заседать для того, чтобы пятница, суббота, воскресенье можно было подготовиться и в течение двух недель поселок, административно-территориальная единица, область будет попадать в ту или иную зону если попадает в красную, то в течение 14 недель, то есть эпидемиологического периода, будет находиться в красной зоне поэтому обучения там, соответственно, живого обучения не будет Перегруженные автомобили одна из главных причин разрушения дорог Один грузовик влияет на дорожное покрытие так же, как 26 тысяч легковых авто, сообщили в Украфтодоре Совместно с Международным банком реконструкции и развития, госагентство установило 6 площадок взвешивания в движении на подъездах к Киеву За полгода работы они показали, что почти четверть транспортных средств нарушают весовой контроль До конца года планируется установить 50 ВИМ-комплексов по всей Украине Нарушителям грозит минимум 34 тысячи гривен штрафа С 1 января все системы заработают в автоматическом режиме Аналогично, как камеры автоматичной фото-відеофіксации працюют с порушниками, так же будут працювать комплексы взваживания в Руси То есть инспектор на дороге не будет остановить, а это будет делать комплекс, он отсылает данные до Центра обработки данных И потом уже выписывают штраф, это вкладывается автоматично, и это самый лучший сценарий, который нам позволяет унеможливить там будь-якие коррупционные проявления Система уже полностью сертификована, стандартизована, мы прошли все этапы, связанные с метрологией Уже есть система комплексного захиста информации, то есть мы этого тижня вводим систему в эксплуатацию Сортируют, перерабатывают, а излишки сжигают В Одессе открылась станция по утилизации пластика, его принимают в любом виде и после сортировки отправляют на переработку Как правильно утилизировать отходы, расскажет наш корреспондент в Одессе Анна Городинцева На станции принимают все виды отходов, одноразовую посуду, полиэтиленовые пакеты, макулатуру и стекло, а так же любые изделия из пластика Мы вот собирали крышечки Здесь о пластике знают все, какие бывают виды, как их различать, а главное, как правильно сортировать Крышечки бывают разных типов, одним мы бросаем сюда, другие химические мы бросаем сюда Еще есть крышечки металлические, они идут на переработку с металлом Пластик тщательно сортируют, то, что переработке не подлежит, зажигают Остальное используют повторно, снова изготавливают пластиковую посуду и бутылки На станцию можно принести неликвидное на сегодняшний день Сырье это широкую линейку пластиков, остальных которых нельзя переработать Мы проведем эксперимент, мы попробуем кое-что из этого переработать, дать ему вторую жизнь Потому что в любом случае переработать лучше, чем уезжечь, а сжечь лучше, чем отправить на полигон Вторпродукция снова попадает на рынок, а все вырученные деньги идут на обустройство станции Анна Городенцева, Арсен Падасян, Одесса, Твой дом Тест на коррупцию Украфтодор станет первой государственной службой, на которой проверят комплексную антикоррупционную программу Совместный пилотный проект Украины и Европейского банка реконструкции и развития В телефонном разговоре обсудили президент Украины Владимир Зеленский И исполняющий обязанности президента ИВРР Юрген Риктеринг Таким образом, Европейский банк будет контролировать прозрачность управления проектами, которые инвестируют Антикоррупционную проверку пройдут все украинские государственные компании, которые получают средства от Европейского банка Один день из жизни двух бойцов Комедийная роуд-муви «Схидняк» выходит в широкий проход Над фильмом работали два года и потратили около 10 миллионов гривен Инна Мазуркевич уже видела картину Схидняк лента в жанре роуд-муви Рассказывает о жизни на блокпостах, дорогах, поселках и городах у линии соприкосновения Главные роли в картине сыграли прикорпатцы Богдан Бенюк исполнил роль солдата с позывным «Борода» По сюжету он вместе со своим побратимом, режиссером, которого сыграл Анатолий Максимюк Отправились за боеприпасами для подразделения Нам дадим билет фигня 360, 2, 1 Лента – режиссерский дебют Андрея Иванюка В 2013 он был активным участником революции достоинства А потом рядовым на нуле Пережитые события и стали основой сценария к фильму Богдан Бенюк рассказывает, его персонаж неугомонный оптимист Актер вспоминает, что сперва не видел себя в подобной роли 80% съемок проходили в Николаевской области На полигоне «Широкий лан» Работать над картиной начали в 2015 году Бюджет ленты составил более 10 миллионов гривен Творческий коллектив обещает, история будет продолжена Фильм покажет на родине режиссера в прикорпатском поселке Бытков «Широкий прокатский дняк» выйдет накануне Дня независимости 20 августа «В чем дело?» Житель Донецкой области, коренной житель Донбасса Прошу любить и жаловать Украинское кино поборется за европейский Оскар Фильм режиссера Валентина Васяновича «Атлантида» отобрали в лонглист премии Европейской киноакадемии Лента рассказывает о жизни Донбасса после деоккупации Победители премии станут известны 7 ноября на фестивале европейского кино в Севилье Добавлю, что в прошлом году Атлантида получила приз на Венецианском фестивале Пополнение в Мариупольском зоопарке Четыре малыша родились в семье уссурийских тигров Три недели тигрята находились с мамой в вольере И только сейчас их показали посетителям зоопарка Видели их и наши корреспонденты Тигрята в Мариупольском парке дикой природы из вольера выходят только в сопровождении мамы Им не больше трех недель, пока они едят только молоко Но скоро их рацион разнообразит Будем давать мясо не то, что самое лучшее мясо, самое свежее Имена малышам пока не выбрали Они живут с мамой в отдельном вольере Папа с наследниками общается на расстоянии Это явление такое редкое для тигров Ну вот почему-то они родились И слава богу, видите, какие они хорошенькие А этих родителей я тоже таких же маленьких брал, только этим уже по месяцу А тем было, когда я их взял, им было по две недельки Такое количество малышей объясняют спокойной обстановкой в городе Парк переехал в Мариуполь из Сартаны, когда начались боевые действия на востоке Украины Снаряды недалеко от нас падали Они боялись, какие были роды Они все перепуганы были Стреляли тогда же сильно, это же первые годы войны Переехали, перевезли У них началась уже другая жизнь Они себя чувствуют спокойно, кушают как надо Уже до конца осени в парке ждут пополнения в семействах белых тигров и львов Наталья Гаевская, Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Мариуполь Твой дом SpaceX продолжает покорять космос Сегодня компания Илона Маска запустила на орбиту еще 58 спутников Старлинк С мыса Канабарал, ракета Falcon 9 с 15-тонным грузом отправилась точно по времени Это отправка уже 11-й партии спутников SpaceX Всего планируется вывести на орбиту до 42 тысяч аппаратов Система по замыслу Маска обеспечит всех жителей Земли глобальным доступом в интернет Первым подключиться к космической сети уже в этом году смогут жители на юге Северной Америки Наша армия интернет-зрителей растет Присоединяйтесь и вы Адреса уже появляются на ваших экранах На этом все Встретимся уже в 23.00 Берегите себя, свой дом, Украину Редактор субтитров А.Семкин